В литературе первой четверти XIX века не было повестей, в которых русская действительность отражалась бы в ее типических обычных чертах. Этот пробел был восполнен Пушкиным в цикле повести покойного Ивана Петровича Белкина, явившим собой первый образец настоящей реалистической прозы. Повести Белкина были написаны Пушкиным в Болдинскую осень 1830 года, в 1831 году уже состоялась их публикация. В Болдино писатель отправился накануне свадьбы с Натальей Николаевной Гончаровой решать вопросы по наследованию имения. Но вспыхнувшая волна холеры нарушила планы Пушкина, и ему пришлось здесь задержаться на целых три месяца. Эти три месяца в Болдине осенью 1830 года и составили один из самых плодотворных периодов творчества писателя. В своем письме поэту и критику Петру Александровичу Плетневу Пушкин писал «Скажу тебе за тайну, что я в Болдине писал, как давно уже не писал. Вот что я привез сюда – две последние главы Онегина, совсем готовые в печать. Повесть, написанную октавами, которую выдадим аноним. Несколько драматических сцен или маленьких трагедий именно «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Пир во время чумы» и «Дон Жуан». Сверх того написал около 30 мелких стихотворений. Хорошо? Еще не все, весьма секретное. Написал я прозую «Пять повестей», и которые напечатаем также аноним. В повести Белкина вошли «Выстрел», «Метель», «Гробовщик», «Станционный смотритель», «Барышня-крестьянка». Главная черта пушкинских повестей Белкина – простота изложения, небольшой объем текста, точность и краткость – вот первые достоинства прозы. «Она требует мыслей и мыслей», – писал сам Пушкин. В повестях Белкина Пушкин от лица рассказчика, небогатого помещика Ивана Петровича Белкина, изображает современную ему жизнь обыкновенных людей. Иван Петрович Белкин – лицо, выдуманное самим Пушкиным. Благодаря ему и создается впечатление полной достоверности художественного повествования. Белкин и сообщает читателю, что все случаи были им услышаны от разных людей, но всеобъединяющим лицом между историями остается он сам. В повести «Станционный смотритель» рассказчик предстает свидетелем и очевидцем жизненной истории Самсона Вырина. Три приезда повествователя на станцию с промежутком в несколько лет изображают постепенное и необратимое угасание жизни смотрителя с момента отъезда дочери Дуни. Рассказчик с участием и сочувствием следит за судьбой смотрителя. Однако, несмотря на наличие единого повествователя, сквозь эпиграфы и отступления ощущается и присутствие автора, его оценка событий и персонажей, его позиция. Мнение автора в повести часто отстранено от мнения рассказчика. Иногда автор с иронией выражает собственный взгляд на события в повести. Горькая ирония скрыта и в эпиграфе, где Пушкин намеренно называет «коллежского регистратора» диктатором. Известно, что эта должность являлась последней из четырнадцати в табеле о рангах. В станционном смотрителе Пушкин обращается к теме маленького человека. Его герой Самсон Вырин – сущий мученик четырнадцатого класса. Он маленький человек и по социальному положению и по происхождению, из простых и по недостатку образования. Судьба смотрителя в повести глубоко трагична. Добросердечие и доверчивость к людям делают его слепым и беспомощным перед лукавством и обманом Минского, а безграничная отеческая любовь к Дуне – беззащитным и слабым перед горем разлуки с нею. С отъездом дочери жизнь для смотрителя утрачивает всякий смысл. Все сказанное позволяет сделать вывод, что в повести Самсон Вырин олицетворяет собой образ страдания и бесправия. Но кроме трагического, в повести находят отражение и присущий Пушкину дух гуманности. Самсон Вырин не просто страдает и молча угасает в разлуке с дочерью, он предпринимает попытки вернуть Дуню домой, отправляясь в Петербург на поиски родмистра Минского. Так, в образе маленького человека Самсона Вырина Пушкин рисует и пробуждение человеческого достоинства, и начало протеста против своего бесправия, безысходности ситуации. Введение рассказчика помогает Пушкину поддерживать в повести и атмосферу недоумения. Ведь сторонний взгляд не всегда может выявить истинные события и мотивы поступков. Эффект неожиданности проявляется и в ключевых сценах произведения. Вспомните эпизод, связанный с приездом повествователя на станцию. Внимание рассказчика привлекают изображения сцен из библейского сюжета о блудном сыне на стенах комнаты. Как вы думаете, с какой целью так подробно повествователь останавливается на этих изображениях? Автор называет изображения картинками не случайно. Жизненные представления Самсона Вырина словно застывают вокруг этих картинок, воспроизводящих событий библейской притчи. И на все случившееся с Дуней он смотрит сквозь призму увиденного. Мрачные пророчества подсказывают Вырину, что с его дочерью должно произойти несчастье, она будет обманута и брошена Минским. Финал повести Пушкина и трагичен, и счастлив одновременно. Все оказывается не так, как предсказывала библейская история. Бедный смотритель умирает, Дуня же счастлива в браке с Минским. Однако счастье не усмиряет чувство вины Дуни. Дуня уже прекрасная барыня, в карете в шесть лошадей с тремя маленькими борчатами и с кормилицей и с черной моською. Приезжает на могилу отца и горько сожалеет о слишком позднем покаянии. Образ пушкинского станционного смотрителя Самсона Вырина открывает в русской литературе XIX века тему маленького человека. Эта тема найдет свое непосредственное отражение в произведениях Шинель Гоголя и Бедные люди Достоевского, с которыми вам еще предстоит познакомиться.